Здравствуйте! Вы смотрите канал «Совершенно секретно». Меня зовут Дмитрий Губин. С вами программа «Наше время». Представьте на минуточку в наше время воскрес Пушкин Александр Сергеевич. И даже не в Петербурге, а где-нибудь там у себя в Михайловском. Вот представляете, его бы, конечно, не только там самодвижущиеся повозки вдохновили. Вот он бы увидел эти провода, эти столбы электрические, которые идут к Михайловску. Он увидел бы электрическую лампочку. И это, конечно, бы невероятно изумило его. Хотя, между прочим, в эпоху Пушкина была уже лейденская банка и гливанический элемент. И уже ООМ ставил свои опыты. Явление электромагнитной индукции было известно. То есть кое-что про электричество он, несомненно, знал. Говорю это исключительно к тому, что сегодня у вас есть возможность побыть эдакими Пушкинами, сам себе Пушкин, только через 100 лет. Вот что будет с энергетикой через 100 лет? Сегодня у нас в гостях директор Всероссийского научно-исследовательского института электрификации и сельского хозяйства, академик Российской академии сельского хозяйства. Я вообще должности этого человека могу, наверное, полдня перечислять. Там 248 авторских изобретений. Доктор наук, профессор Дмитрий Стрябков. Дмитрий Семенович, какое счастье. Здравствуйте, что вы пришли. Здравствуйте. Ну, поскольку будущее – это колесо, которое толкаем мы все вместе, просто каждый в свою сторону. Вот если бы будущее вы толкали в одиночку, ну, я имею в виду с единомышленниками, скажите, пожалуйста, что с точки зрения энергетики нас ждало бы через 100 лет? Во-первых, не будут дымить эти трубы бесконечных ТЭЦ, сжигающих уголь и газ, потому что будет создана всемирная или, можно сказать, глобальная солнечно-энергетическая система, которая круглосуточно, миллионы лет будет давать электричество всему человечеству. Знаете, это как анекдот про Брежнева, который космонавтов на Солнце ночью отправлял, иначе они сгорят. Как это круглосуточно. Да, это... И в Воркуте круглосуточно, и во время полярной ночи. Наш патент – это 2003 года, и вот мы на форуме Global Future 2045 это... В Москве не так давно. ...публиковали, да. Значит, ну, там патент большой, поэтому я расскажу только кусочки. Три станции, предположим, под 120 градусов по широте экватора. Одна в Австралии, одна в Африке, одна в Латинской Америке. Три станции. По 2,5 теравата. Соединены в энергосистему. Дайте мне представление о том, что такое 2,5 теравата. Ну, по сравнению, я не знаю, к Сайно-Шушенской ГЭС, это сколько таких электростанций? Ну, или к атомной электростанции, ну, давайте возьмем там какую-нибудь Фукусиму. Чтобы было просто ясно. Ну, это очень много. То есть, Фукусима, это несколько там гигаватт, ну, предположим, наверное, один блок, это 1,2 гигаватта атомной станции. Это уже другой порядок. Да, другой порядок, да. Ну, это, в общем-то, не очень много, потому что мощность существующих станций на Земле, это тоже где-то 2,5 теравата. А, то есть, вы хотите сказать, что через 100 лет у нас будет 3 электростанции солнечных? Да, по 2,5 теравата. И каждый из них будет мощностью? 2,5 теравата. Как все электростанции всего человечества. Почему так нужно? Потому что, когда Земля крутится вокруг Солнца, вокруг своей оси, Солнце освещает по очереди каждую из этих станций. Или две из них, ну, по половинке там энергии дает. Таким образом, нужно всегда, чтобы одна станция освещалась, и тогда в сети будет всегда полная мощность, необходимая для того, чтобы все человечество имело энергию в том количестве, которое оно имеет сейчас. И Герберт Уалс право сказал бы Кривневский мечтатель. Нет, это абсолютно реальная вещь. Абсолютно реальная вещь. Потому что технические предпосылки созданы. Вот разница между Фукусимой и Чернобыль излучается в том, что за эти там вот 86-й год, да, и 12-й, и 25 лет созданы технологии солнечной энергетики, которые позволяют сейчас начать строительство этих станций. С КПД 25%, сроком службы там 50 лет и больше, со стоимостью, равной стоимостью угольных станций. То есть все ученые разработали. Может быть, они разработали пока только в пилотных проектах. То есть нет массового производства. Но это уже дело как бы промышленности и инвесторов. Мне как двоечнику, естественно, хочется задать вопрос. Может, как там было... Может, вы, профессор, что-то верное придумали, только уж больно ученое. Мне хочется, конечно, задать вопрос. Как это вы будете передавать оттуда, с вашей 120-градусной широты, добытую электроэнергию на другой континент? Это же сколько кабеля нужно под водой проложить. Это же какие риски, это же какие потери в передаче. Ну, хорошо, к этому мы вернемся. Сколько... Вот сегодня солнечные батареи, да? Они эффективны только там, где все время солнце. У них низкие КПД. Их производство является крайне вредным с точки зрения окружающей среды. И, наконец, непонятно, какова их долговечность. А что вы такого изобрели? В чем стоит ваш патент? Это все те же солнечные батареи, которые мы сегодня имеем, только большие? Это абсолютно новые типы солнечных батарей и новые технологии их герметизации, потому что мы удвоили срок службы батарей солнечных. Мы изменили полностью конструкцию, герметики, материалы, технологии. И наши солнечные батареи работают не 20 лет, как обычные, а 40-50 лет. Ну, на самом деле, они работают наидольше. Просто мы говорим, что мы гарантируем 20-40-50 лет вдвойне службы. То есть это мы решили. Эти элементы модуля мы выпускаем, мы их продаем. Можете приехать, посмотреть, как они делаются. Вот. И ученые, когда я скажу, какие материалы мы используем, скажут, что они верят нам. Почему? Мы используем герметики силиконовые, которые используются в атомных станциях. Там жуткая радиация, они работают там 30 лет, а уж на солнце, без всяких нейтронных радиаций, они будут работать с 50, с 60 и так далее. Если все так просто, хорошо и, возможно, даже дешевле. Это по срокам службы. Да. Почему же этого нет? И почему это есть? Мы производим. У нас есть 10 девочек, которые каждый день делают там по две батареи. А дальше должны прийти инвесторы или государство, или кто-то еще, или какой-то банкир, и сказать, что вот я организую такую промышленность. И ясно, что эти батареи, поскольку они в два раза больше служат, они в два раза более выгоднее по прибыли, чем обычные батареи. Сейчас пока только китайцы заинтересовались. А вот теперь... Ну, заинтересовались. Да, да. Приезжали. Нет, просто я вспоминаю анекдот про первую китайскую электростанцию. Помните, там абонитовое поле размером 100 на 100 километров и 10 минут китайцев в шелковых трусах. Напомните, пожалуйста, где нужно еще раз разместить эти электростанции в будущем солнечном? Ну, вот мы один из вариантов предложили, как Австралия, Африка и Латинская Америка. Но мы-то живем все-таки в Евразии. А как вы будете транспортировать полученную там электроэнергию? Я вообще слышал версию о том, что в будущем самыми богатыми странами будут страны, где есть большие пустыни. Там можно установить электростанции, где солнечная энергия будет фокусироваться через призмы, через зеркала. Она будет нагревать воду, а мы получим такую машину ползунова только в варианте 21 века. Вы правы, действительно. Солнечная энергия – это богатство гораздо больше, чем нефть. Потому что, например, солнечная энергия, поступающая за неделю на территорию России, превышает все запасы российские по нефти, газу, углу и урану. То есть это колоссальное количество энергии. Поэтому, как бы, вот южные страны будут очень богатые. Но я думаю, что там ООН все это поделит. А как передать энергию, я думаю, мы должны вспомнить нашего гениального Тесла. Николу Теслу. Мы его позвали, да, Николу Теслу, на помощь. Нет, нет, если его позвали на помощь, вы должны были сидеть за столом, вот так положив руки, значит, и слышать, как там магический голос что-то чрево вещает. Его с нами нет уж сколько лет. Три тома по 500 страниц на английском языке. Это были изданы в 95-м году музеем Тесла в Белграде. Мне их подарили, мы их прочитали. И поняли, что надо делать, что он не успел доделать. И мы получили уже больше 35 патентов. И уже сделали, ну, по счету, уже в коровниках стоят тесловские однопроводные линии и освещают коровники под Москвой. Можете поехать посмотреть. Я уже говорю про курятников. Одну секундочку. Курятник знаю, коровник знаю, Москва знаю, однопроводник не знаю. Объясните, пожалуйста. Это у Теслы же, ну, и у всего технологии, это однопроводные линии. Простите, пожалуйста, напомню школьную программу. А школьная программа по отношению к Тесле состоит в том, что Тесла, по-моему, там даже не упоминается. Он упоминается, Фрадея упоминается, Джоуль упоминается, Гальвания, полигальванический элемент, хотя не он его создал. Упоминается, а Теслы там нет. Конечно. Это вот беда. Итак, Тесла это, просто проведите лекбец. И инженеров не учат этому тоже, естественно. Вот, Тесла это, ну, совсем новое электричество. Ну, вернее, старое, а для нас новое, потому что теслское электричество абсолютно отличается от того, которое мы имеем в наших розетках. У нас трехфазные токи, или однофазные токи, ну, нужны два провода. То есть, нужно генератор, плюс, через нагрузку ток вернулся к минусу. Замкнутая цепь, вот, горит лампочка, пожалуйста. Больше сто лет назад Тесла показал экспериментально, что передача энергии достаточно одного провода. Но для этого надо поменять физику электричества. То есть, если в обычных наших сетях так называемые активные токи, замкнутые токи, активные токи в замкнутой цепи. Да. Вот. То у Тесла реактивные токи в разомкнутой сети. То есть, у него однопроводная линия, она как бы, ну, поскольку она не замкнута, значит, считается разомкнутой. То есть, это у Тесла электротехника основана на незамкнутых токах. А наша электротехника основана на замкнутых токах, на активных. Активные токи – это джоли потери, это сверхпроводимости. Вы меня сейчас в этом болоте утопите, я понимаю. Еще раз, я искренне хотел бы разобраться. Мы знаем, что такое замкнутые сети. Вот мы знаем, есть постоянный ток. Вот плюс, вот минус. Это разность потенциалов. И ток течет, естественно, поскольку разность потенциалов обеспечивает движение. Если полярность начинает меняться с определенной частотой… Получается переменный ток. Получается переменный ток. То, что мы понимаем, это даже домохозяйки понимают. Даже двоечницы домохозяйки. Даже блондинки. А вот реактивные токи Тесла – это что такое? А реактивные токи – это то, что в наших системах становится бичом энергетики. То есть, как бы, проблемой для энергетики. Они борются с реактивными токами, потому что это перегревают сети. Они там ходят по этим сетям, мешают обычному току. Это экстремисты. То есть, они мешают обычным энергетикам жить нормально. Поэтому с ними борются всеми возможными силами. А у Теслы вообще нет активных токов, которые мы используем. У него только вот эти самые бесы реактивные токи. У него нет активных токов вообще. И это очень правильно. То есть, это электрические такие революционеры. Реактивные токи – это марш электрических несогласных. С тем, что ходить можно либо постоянно, либо переменно, но с определенной частотой. Да. Реактивные токи, они просто колеблются в системе. И поэтому они могут колебаться в одиночном проволе, ну, в линии из одного провода. И когда они там колеблются, они придут энергию. Реактивную энергию. Но реактивную энергию Тесла научился превращать в активную уже у потребителя. Ну, и мы тоже научились, естественно. То есть, мы сейчас берем генератор определенный, который делает Тесловское электричество реактивное. Это электричество идет по одному проводу. На проводах там сидят светодиоды, как воробьи. Вот. И если у нас даже на проводах там десятки тысяч вольт, а светодиод три вольта перегорает, то им ничего не делать. Потому что воробьи тоже сидят на проводах, и они не умирают. Кстати, всю жизнь хотел узнать, а почему? Почему их током не убивают? Человек дотронется до проводов, его убивают? Потому что бывает разница потенциалов, а они сидят на проводах, у них только емкостные токи, которые очень маленькие. И они поэтому ничтожные, поэтому они спокойно там живут, и садятся, и взлетают с проводов. То есть, у них нет плюс и минус, а разности нет. Цепь через них не замыкается. Да, цепь, да. И я хочу сказать, что и земляне, ведь считается, что между иносферой и Землей там больше 300 тысяч вольт, земля минус, иносфера плюс. То есть, мы сидим тоже на Земле, как на проводах. Но мы не чувствуем, потому что везде одинаковый потенциал, и до иносферы там 60 километров. Поэтому соединиться одной рукой с земляной, а другой с иносферой мы не можем. Даже дядя Степа. Но я думаю, что в будущем мы будем использовать эту энергию. И Тесла ее научился использовать, энергию и иносферу. Потому что энергия иносфера все время заряжается от солнечного ветра, и эту энергию можно снимать. Дмитрий Семенович, вот, товарищи, вы смотрите программу российских университетов, на самом деле. Что в Советском Союзе шло когда-то по Четвертому каналу, но, правда, только в очень крупных городах. Значит, секундочку. Я просто начинаю мучительно вспоминать давно забытое. Итак, наша планета – это большая батарейка. Я правильно понимаю? Ну, вместе иносфера, если так говорить. Иносфера плюс, а Земля минус. Иносфера – это сколько километров от нас? Ну, 60. 60 километров. Так, замечательно. Ну, что себе батареечку построили? И вы хотите сказать, что соединив то, что находится на расстоянии 60 километров от нас, соединив каким-то образом с поверхности нашей планеты, можно получить электрический ток? Или я слишком упрощаю? Или я неправильно понимаю? Нет, вы в какой-то степени правы. И Тесла это делала. Он как бы возбуждал атмосферу, и его волны доходили до иносферы, там отражались. Они пересекали линии магнитного поля Земли, и за счет этого энергия как бы увеличилась этих волн. То есть он мог там послать 10 киловатт, а вернуться могло 100. За счет того, что он обошло эту Землю, вся эта волна электромагнитная, и по пути немножко увеличилась по мощности, или запасла какое-то количество энергии. Но дело-то вот в чем, что сейчас все крупные фирмы, Симмонс, Вестингаус, Электрик, миллиарды долларов тратят на сверхпроводимости. Да, которая достигается при невероятно низких температурах, жидкий азот, керамика с сумасшедшей цены. А почему? Потому что они создают сверхпроводимость для активного тока. А для реактивного тока не надо создавать. Она уже автоматически существует. То есть вы хотите сказать, для реактивных токов нет сопротивления, нет потерь при передаче? Вот мы это доказали каким образом. Мы посылали тесловское электричество по проводнику диаметром 80 микрон из меди. Чтобы мне понять. 80 микрон, ну человеческий волос примерно. И вот мы получили плотную стоку, там 25 кило передавали по этому проводу, получили плотную стоку 600 ампер на квадратный миллиметр. Вот такая плотная стока в сверхпроводниках при температуре жидкого азота, за которую тратят миллиарды долларов. Мы ничего не тратим. Мы просто поменяли физику электричества и использовали обычный медный провод диаметром 80 микрон. То есть это деньги, выброшенные на ветер. Так скажу. Дмитрий Семенович, если бы вы не были при галстуке, хорошей рубашке, пиджаке, очках, и не имели общий вид благообразного профессора, к которому вы, собственно говоря, и являетесь, я бы сказал, что вы должны с запутанной бородой приходить и иметь образ городского сумасшедшего. Потому что только городские сумасшедшие способны приходить в студию программы совершенно секретно и говорить, что завтра у нас будет три электростанции, разбросанные по трем континентам, и они день и ночь будут произойти столько же электроэнергии, сколько весь мир со всеми электростанциями сегодня. Только они будут говорить, что по проводу толщиной с волос мы можем гнать без потерь электричества. Невероятные совершенно мощности. У меня к вам естественный вопрос. Если все так здорово, почему этого нет? Вот смотрите, западная компания вкладывается, у нас Дерипаска вкладывается в иные альтернативные способы получения электроэнергии. Очень многие люди говорят там и о биологическом топливе, и о нагревательных термальных электростанциях и так далее. Почему это никто не использует? Ну, вы знаете, это вопрос не ко мне. Ну как, не ко мне. Потому что мы опубликовали много томов всяких, очень много докладов сделали, и публикации в серьезных журналах. Вот. Я думаю, что российский бизнес не восприимчив к инновациям, и российское государство, по сути, не заинтересован в инновациях тоже. Я сужу, что в советское время у меня каждый год был грант Миннауки, и вот за последние 25 лет, ну, с 90-го года, у меня не было ни одного гранта. Хотя я подаю их, конечно. Выигрывает, например, фирма, которых там на 2 человека больше до 39 лет. Поэтому она победила в этом конкурсе. Или, например, она там на миллион рублей меньше предложила, ну, как бы сделать эту работу, а работу-то она этого не сделает. Потому что я-то предлагал работу, как, например, автомобиль, на котором нет ни аккумуляторов, ни бензина, ни двигателя, ничего. И он будет ездить тысячи километров без заправки. Они же это не смогут сделать никогда. Чесло это сделано. Тут должна раздаться барабан... Нет, одну секундочку. Тут должны другие люди выйти на вас, сын. Должна раздаться барабанная дробь, и в студию должен въехать ее мобиль. С Прохором мы имели дело. Обращались. Неслучайная дядя Степка. Да, у него такой есть его товарищ Бирюков, которому поручил ее мобиль. Бирюков ко мне приезжал. Кончилось то, что он сказал, давайте мы подождем, когда мы его сделаем, а тогда мы к этому вопросу вернемся. Прошло уже 2 года. То есть, годы уходят, как бы. И время уходит. А бизнес не приходит. Нет, вы мне расскажите сначала про ваш ее мобиль 2.0. Вы сказали, там не будет аккумулятора, он будет бегать тысячи километров. Все это очень здорово, но убедите меня. Там даже еще водитель может спать, потому что он будет ездить автоматически. Если вы скажете, что там еще не будет колес, ну, тогда и весь ваш. Колеса будут. Что-то такое. То есть, это опять-таки Тесла. У Тесла, значит, были вот однопроводниковые линии передачи и беспроводные линии. Ну, как беспроводная энергия. Беспроводные методы передачи энергии. Вот в данном случае мы использовали беспроводные методы передачи энергии на таком маленьком расстоянии. То есть, в шоссе закладывается миллиметровый кабель на расстоянии одного сантиметра от поверхности. Украдут вместе с асфальтом еще на этой обстоятельности. Миллиметр меди, чтобы заработать даже 10 рублей, надо 2 километра раскопать к асфальту. Тогда оставят. Асфальт только украдут. И будет вместо дорог ваши медные провода. Вот. А потом можно обязательно медный, можно и стальной. То есть, я хочу сказать, что в данном случае энергия передается от этого проводника под днища автомобиля, где стоит приемник. И дальше это электричество идет на мотор. И вот поскольку проводник придется проложить до Сочи, конечно, миллиметровый, вот, еще под каждым рядом движение, чтобы там 6 рядов, например, могло ехать, то тогда вы можете ехать до Сочи, и проводник будет вас еще и вести. То есть, 5 сантиметров влево, 5 сантиметров вправо, автоматика вернет автомобиль. И останется только разработать систему, которая предупреждает столкновение с предыдущим автомобилем, чтобы спать за рулем. Ну, это круиз-контроль. Активно он сейчас этим занимается. Это есть. Это не пройдет от вас штука. Потому что, понимаете, в перспективе это нужно всех гаишников заменить тоже медными проводами или даже стальными. А этого у нас не будет никогда. А какой принцип воспользуется? Это что, индуктивный? Нет, не индуктивный. Нет, нет, нет. Вот сейчас и корейцы там демонстрируют, немцы, и американцы. Индуктивные методы передачи на транспорт. Это опять те же двухфазные линии. Опять эти проблемы. Транспозиция проводов. Там через каждые 20 метров эти линии насыщаются из большой емкости. Ну, в общем, это старая электротехника, основанная на активном токе. У Тесла же нет активных токов. Поэтому нет этих проблем. То есть, там, как бы, по рванам течет его реактивные токи. Они создают электростатические поля. Они создают электромагнитные поля. Но здесь принцип используется не электромагнитная индукция, а электростатическая индукция. То есть, это тоже принцип, как бы, знакомый, но его никто не в мире не использует. Знакомый, дайте пример, когда он используется. По физике. Где-то этот эффект сегодня используется? Вот, когда вы к электроскопу подносите бонитую палочку, листочки электроскопа расходятся. Вот это электростатическая индукция. Электростатическая индукция. Вот там она используется, больше нигде. А у нас она используется для получения, можно передавать десятки киловатт. На расстоянии, ну, там, мы говорим о 40 сантиметрах, поскольку клирес машин даже сейчас бывает 20 сантиметров, ну, 30, 40, 50. Ну, 20 это уже практически внедорожник. Да, да. То есть, вот это, на это расстояние никаких проблем. Вот. То есть, мы это все сделали. Мы не только запретентовали, мы это сделали. А что значит сделали? Это где-то можно посмотреть на образец? Ну, конечно. Но, например, такой у нас был бизнес ученых. Мы купили за 10 евро в детском мире мерседес электрический. Да, игрушка. Да, 10 евро. Батарейки выкинули, поставили ту электронику, сделали шоссе из доски сосновой, в котором просверлили там дырку, продольную кабель туда положили. Подключили аппаратуру. И все вот это вместе, работающие, действующие, продали немецкой фирме за 10 тысяч евро. Опа, так отличный бизнес. Зачем заниматься нашими шоссе? Занимайтесь немецкими фирмами. Ну, я думаю, что немцы купили, чтобы передрать. Иначе бы не стали платить 10 тысяч евро за игрушку. Вы примерно подсчитывали объем инвестиций в такую рододорожную структуру, пусть даже экспериментальную? Да, просчитывали. И я думаю, что она в десятки раз меньше, чем вот эти троллейбусные дуги или трамвайные. Потому что ведь это не только автомобили, это и железные дороги. То есть бесконтактный высокочастотный транспорт – это будущее железных дорог. Потому что сейчас проблема скоростных поездов – это колоссальные проблемы трения вот этих троллеев, а контактный кабель при высоких скоростях. А скорости уже 300 км, 400 км, уже, говорят, 500 км в час. И вот это… Даже, подождите, а я действительно как-то не подумал. Ведь когда мы трамваем, мы представляем вот эту вот трамвайную дуга. Электричка, ну, тоже совершенно очевидна у скоростных поездов. У них там тоже такой контакт? Да, тоже такой контакт. Никогда не обращал. И поэтому, конечно, у них вот сейчас большие проблемы. Я знаю, что, например, в Москве, в троллейбусах каждое утро меняют вкладыш, который вот трется о провод. Каждое утро. Вот самый, который искрит, когда там соединяются провода. Или когда снег выпадает. В данном случае никаких искрений, никаких проблем с передачей энергии. То есть это будущее скоростного транспорта, ну, и, естественно, и железнодорожного, и автомобильного. Я думаю, что в будущем и морского. Вот простите меня, Фому Неверующего, но опять же, если бы это было так, я просто пытаюсь рассуждать в рамках стандартной парадигмы, стандартной экономической сегодняшней парадигмы, то вами бы заинтересовался Симмонс, который производит Сапсан. Вами бы заинтересовались французы, которые там Аллегра производят. Вами бы заинтересовались в Китае, где темпы роста скоростных дорог вообще запредельные. Японцы, которые первыми установили рекорд скоростей. Кстати сказать, в Азии, вы знаете, там же ведь не только обычные поезда колесные по железной дороге. Там магнитная подушка использовалась, в Шанхае, например, из аэропорта идет, и так далее, и так далее. Если это все так здорово, то неужели бы они к вам не обратились? Вы знаете, ко мне приезжали... Вы бы сейчас уже по-русски с акцентом говорили давным-давно. Я по-английски свободно говорю, мне не надо. Я хочу сказать, что ко мне приезжали канадцы, приезжали там еще всякие. Но я хочу сказать, что у нас почти нет публикации на английском языке. Почему? Если вы свободно говорите. Я делал доклады на этих симпозиумах каждые пять лет. В Сербии проводится симпозиум, посвященный Тесла, каждые пять лет. Вот я на них выступаю почти на каждом симпозиуме. Там презентация на английском. Ну, кто-то там приезжает, у изученных, расходятся круги, а так вообще публикации у нас только на русском языке все. Книжки на русском языке. У нас, да. Но вы хотите сказать, что? А Тесла в мире неизвестно? Нет, простите. Пример совершенно из другой отрасли. Есть такой фильм Джармуша «Кофе и сигареты». И вот там, как раз, Том Уэйтс рассуждает об этой катушке Теслы все время. И очень многие люди, которые смотрели фильм в России, они знают, кто такой Том Уэйтс, но они не знают, кто такой Никола Тесла. Они первый раз услышали это, имя из этого фильма. Ага, значит, на Западе-то знают, в Америке знают, но если они знают, почему они сами не используют эти идеи? Вот в чем вопрос. Мне трудно ответить. Ну, тут еще как повезет. То есть, вот мы, ну сколько уже, с 95-го года, да, 17 лет занимаемся этими технологиями, вот 35 патентов мы получили. Естественно, мы сделали много железок действующих, действующих, и договоров заключились, и договора действующие. Сейчас договора идут. Ну, вот эти коровники, например. Тесла коровника какая-то. А почему коровниках-то вот, я не понял. Вы знаете, вот типовой коровник, 18 киловатт на освещение. Типовая, типовая все схема. Мы приезжаем, этот коровник, под типовым проектом там освещения, мы заменяем лампы на светодиодные и заменяем эти два провода на один провод. И у нас получается, во-первых, не 18 киловатт, а 3 киловатта, а во-вторых, там в 5 раз сокращаем медь. Ну, затраты меди. То есть, там выгода исключительная. И поэтому это будет зеленая улица. Ну, к сожалению, очень бедные наши все эти фермеры. Но мы очень дешево им это продаем. Ну, вам тогда нужно же в теплицу, наверное, идти. Потому что коровы, я не знаю, свет в коровниках на ночь выключают, а вот в теплицах, где выращивать, там же объем электричества, которое расходуется на освещение, он совершенно колоссальный. Ну, мы с теплицами тоже работаем. Просто еще у нас нет, как бы, такого вот тестовского применения. А лаборатория по теплицам у нас существует много лет. Они тут вообще 80 лет. И лампы для теплиц. То есть, мы создали, значит, лампы растение любят красный цвет, и он дает, ну, как бы, рост. И фиолетовый, синий цвет, который дает витамины. Вот два светодиода ставишь, красный, синий, а зеленый им не нужно, поскольку если растение имеет зеленый цвет, значит, они отражают эту энергию, она им не нравится. И вот мы так, лук растет гигантскими темпами, два светодиода разные. Такие лампы мы сделали, причем такие здоровые лампы, ну, там, вот такого размера, вот, именно для теплиц. И недавно у нас, буквально, в четверг у нас была, да, конференция в институте, посвященная вот этим направлению, были эти доклады, демонстрации. В нашей академии была такая конференция. То есть эта работа развивается. Естественно, что эти лампы можно подключить к однопроводной линии или к двухпроводной, это уже второй вопрос. Но к однопроводной, хорошо еще тем, что однопроводной линии, в отличие от двухпроводной, не бывает коротких замыканий. А вы посмотрите все пожары. Да, короткое замыкание. Короткое замыкание, короткое замыкание, и старики горят, и горят детские сады. Вот там бы, в первую очередь, надо делать тесловские системы освещения, потому что там не будет коротких замыканий никогда. В принципе, они невозможны, потому что один прород сам собой не может сократить. Дмитрий Семенович, я готов бы поверить, там не будет коротких замыканий, там будут вещи пострашнее. То, что у меня все... Я же Фома неверующий. Самая потрясающая по своей силе и по безумию версия, которую я слышал в отношении такого явления, которое, казалось бы, не имеет никакого отношения к теме нашего разговора, а именно Тунгусский метеорит, она тоже связана с именем Тесла. Мне действительно приходилось читать, что Тунгусский метеорит, там ядра которого так не удалось никому с достоверностью обнаружить, был никаким не метеоритом, а был экспериментом, который как раз предпринял Никола Тесла вот по самой передаче, отраженной от ионосферы электроэнергии на сверх... на дальние и сверхдальние расстояния. И после этого Тесла, испугавшись, гласит эта версия, свои опыты с Тунгусскими и прочими метеоритами прекратил. Что вы можете сказать? Я хочу сказать, что... Правда, мы никогда не узнаем, а он мог это сделать. Он мог это сделать, и техника позволяла это сделать, а правда мы не узнаем, потому что, к сожалению, никаких следов не осталось. Из меня, вот почему я не отвергаю эту версию сразу, потому что там у деревьев были обуглены корни. Корни не могут быть обуглены, если падает метеорит. Они обуглены, когда ток идет через корни. Ну почему низовой пожар? Нет, ну глубокие корни в земле. А в земле там были корни обуглены? Да, да, да. То есть это означает, что ушел большой ток. А раз ток, то, может быть, электрическая природа, может быть, это выявление вполне обоснованно. То есть вы хотите сказать, что нельзя сбросить со счетов, что Никола Тесла проводил свои опыты. Кстати, где вот этот генератор Тесла-то стоял у него? В Нью-Йорке. У него последние, которые потом сожгли, взорвали во время Первой мировой войны. Там и стояла вторая башня. Первая-то у него была в Колорадо. Я там был в этом. Клорадо Спринкс. Где была его лаборатория. А вот в Нью-Йорке тоже она была на Айланд. На Кони Айланд. Да, да, да. И там она стояла. Она была уже гораздо более мощнее, чем в Клорадо Спринкс. Вот. То есть вы хотите сказать, что сидя на Кони Айланд в Нью-Йорке, можно, нажав на кнопку, запустить вещь огромной разрушительной силы в район Сибири? Да. Так, нам нужно срочно нажать на кнопку «Стоп», размагнитить все, что мы тут наговорили, иначе к вам придут, но придут из совершенно другого ведомства. Да ничего, я не боюсь. Так, нет, а вы можете не бояться. Вас-то как раз осыплют наградами. Боюсь я, потому что это совершенно другое оружие. Вы не боитесь, что как... Ведь книжки во всех магазинах Москвы лежат книжки «Дьявольское оружие Тесла», «Учтые смерти Тесла». То есть мы тут не последние, кто об этом говорит. И не первые. Это описано во многих книжках официальных, в статьях, в газетах сто лет назад, что Тесла изобрел лучи смерти, которые за 400 километров сбивают любой самолет. А он изобрел? Я думаю, да. Это очень просто сделать, потому что он же использовал Землю в качестве одного проводника, а можно использовать в качестве проводника, например, проводящий канал в атмосфере, созданный лазером. Мы запатентовали три системы такие. Значит, созданный лазером. Вы хотите сказать, что вот если я... Если светит лазер. Вот если я беру эту лазерную указку, которую всякие негодяи своими дурацкими играми пытаются сфокусировать на летящем самолете. Вы хотите сказать, что по лучу из этой трехкопеечной лазерной указки... Ни ничего не получится. Надо более мощный лазер. То есть нужно создать ионизацию молекул воздуха. Так. Ну, лазер ионизирует. Ну, вот этот лазер слабенький очень. Так. Ну, хорошо. Вот. И тогда по этому каналу пойдет электричество Тесла. Электричные токи. И такие патенты мы сделали где-то лет, наверное, 10 назад, где в качестве проводящего канала были лучи лазера. Это в атмосфере, да? Поскольку запретной атмосферы нет воздуха, поэтому там мы использовали электронные пушки, которые дают электронный луч. А что такое электронный луч, простите? Электронный луч – это пучок электронов, который может лететь из Луны до Марса, и на него можно тоже подать потенциал Теслы и получить эти мегаватты. И корабль космически может лететь из Луны до Марса, беря энергию от этого луча. Причем луч не на то, чтобы создать пучок электронов энергии, а как бы энергия, которая идет от дополнительного высоковольтного источника, ну, трассажера Тесла. А как бы луч электронов используют как проводник. Ведь известно, что энергия электронная идет вдоль провода, а не внутри. Она как бы цепляется за провод, он является направлением системой. Поэтому если луч изгибается, провод изгибается, энергия тоже изгибается. То есть она следует за ним, но она идет вне провода. И эта энергия может быть много мегаватт, а луч лазера может быть 2 джоуля, то есть 2 ватт секунды. То есть можно вот как бы создавать беспроводные методы передачи. Мы даже такую запатентовали систему, когда вы с Луны на Землю приведете энергию до 60 километров атмосфера, а дальше вакуум, предположим, да? Плохой вакуум, хороший. А бывает еще и плохой. Бывает еще и плохой. Плохой, когда еще атмосфера есть, а когда она кончается, это уже хорошая. Вот в этом случае с Земли идет лазер, а с Луны идет электронный луч. По одной, они соосные. И тогда вы можете спокойненько лететь с Луны на Землю. И наоборот, беря энергию с этого, на этот луч опять-таки наложено электронное поле Тесла. Тесла подсоединен к этому лучу и дает туда мегаватты. И можете брать эти мегаватты с этого луча и лететь до Луны, несмотря на то, что там у вас сначала есть атмосфера, а потом нет атмосферы. Как бы вот есть такая вот. То есть вот такие пакеты мы тоже получили. Так, значит, сейчас начнутся вопросы от блондинок. Господин профессор, объясните, пожалуйста, что же получается? Вот летит самолет, да, его заправляют невероятным количеством керосина. И он дико шумит, и атмосферу портит. Что правда. Вы хотите сказать, что можно по лазеру, поскольку самолет летит в атмосфере, в воздушной среде, пусть в разреженной на высоте, что вы хотите сказать, что можно запитывать электричеством при помощи, допустим, лазерного луча, пусть там достаточно большой мощности. Так? Да. Ну, это будет, он же быстро летит. Через каждые 200 километров надо менять лазер. Ну, диспетчеров меняют, тут лазер можно менять. То есть первый лазер, потом второй лазер, и по пути там все время нужно его сопровождать, как локаторы сопровождают самолет, придется... А вы примерно представляете, какой мощностью нужно установить электродвигатель на самолет? Да. И какой мощности передавать электричество на самолет? Да, конечно. Ну, вот на ракету надо там, скажем, 20 миллионов киловатт. Ну, ведь почему, дорогие, надо 20 миллионов киловатт? Потому что первая ступень... Я сейчас просто для блондинок объясню, значит, товарищи дорогие. 1 киловатт, 1 киловатт, да, вот что такое мощность 1 киловатт, это 10 лампочек по 100 киловатт, да? Вот это как раз 1000 ватт у нас получается. По 100 ватт. По 100 ватт, да, по 100 ватт, простите. Вот 10 стандартных лампочек, это 1 киловатт. А вы сказали, сколько нужно? 20 миллионов киловатт. Значит, 20 миллионов еще умножите на 10. 200 миллионов лампочек, это так, чтобы понять, чему равняется мощность того двигателя, об удобствах использования которого на самолетах, нам только что рассказывали. Так, так, продолжайте. Нет, про ракету. А, про ракету. Да, потому что, ну, ведь на самом деле в ракете 95% веса занимает керосин. Да, конечно. Поэтому, когда литерство... Или твердое топливо, если твердотопливное, как Когда литерство вы это подаете, вам не нужно эти 95%. Вы, значит, ну, в 20 раз снижаете массу ракеты и в 20 раз снижаете мощность двигателей. Так, одну секундочку. Так, получается, не 20 миллионов киловатт, а уже там миллион киловатт всего. Вот тут начинается вопрос, который мне совершенно непонятно. Ну, хорошо, допустим. Электромотор. Это мы представляем. Делали модельки, поставлены на микроботорчик, к нему там идет винт, создается тяга за счет движения воздуха. Это понятно. Но в ракетах-то используются в самолетах реактивные двигатели. Вот у меня много друзей, конструкторов ракетных двигателей. Я им говорю, сделайте электрический ракетный двигатель. Мощный. Нет их сейчас, потому что они не нужны. Что такое электрический ракетный двигатель? Они не нужны. Что он будет создавать? Там реактивная тяга создается за счет выброса от сгорания либо керосина, либо твердого топлива, либо чего-то еще. Здесь-то что у вас будет сгорать? Электрический мотор, понимаем, вот он движется, да, создает вращающий момент, который можно перевести на какую-то ось, и дальше он либо колеса вращает, либо винт. Ну, например, для первой ступени, первая ступень отрабатывая где-то на высоте 30 километров, атмосфера существует. И там можно использовать вот сам воздух, атмосферы в качестве рабочего тела. То есть там просто, ну, турбины, которые не используют керосин, а используют электричество. В принципе, такие турбины можно сделать довольно просто. То есть они будут выбрасывать этот существующий воздух? Да, нагретый, да, до 5000 градусов. Это звучит, конечно, абсолютно фантастика, она с другой стороны звучала бы банально, а мы бы вас сюда и не приглашали. Так, а еще у меня такой вопрос, вот по поводу этого Тесла, имени которого нет ни в одном российском учебнике по физике, как не было и в советском. А вот что такое представляет из себя эта башня Тесла, этот генератор Тесла? Потому что в случае генерации электроэнергии мы себе более или менее представляем, что это такое. Если тепловая электростанция, это значит, сгорает либо уголь, либо газ, либо бензин. Ну, то есть один из видов углеводородов. За счет нагрева дальше просто-напросто все понятно. Идет пар, который движет вот эти турбины, и мы видим эти облака пара, поднимающиеся над любой ТЭЦ, эти широкие трубы. Хоть фильм этот самый Тарковского, да, можно взять, посмотреть. Что здесь? То есть мы понимаем, что такое гидроэлектростанция. Опять-таки вращаются турбины, дальше понятно, как генерируется электроэнергия. Ну, все-таки нельзя сравнить оборудование Тесла с электростанцией, потому что оборудование Тесла для передачи энергии, а не для производства. То есть все-таки электростанции останутся? Да? Ну, солнечные. А скажите, вот еще два варианта электростанции. Один, я до сих пор не понимаю, шутка это или не шутка, а второй видел собственными глазами опытный образцы. Первый это такая ТЭЦ для пустыни, я не знаю, как ее специалисты называют. Когда при помощи зеркал фокусируется солнечная энергия, она направляется на воду, вода закипает, причем при огромной температуре, но дальше принцип действия любой теплоэлектростанции. Эти зеркала не следят за положением Солнца, экспериментальные участки находятся там, где Солнца много, то есть пустыня, чем ближе к экватору, тем лучше, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот насколько такого типа электростанции реально, потому что у блондинок и у блондинов, то есть у меня возникает ощущение, что они как раз экологически безопасны. В отношении, допустим, к солнечным батареям, там где Селен используется, идет химическое производство, ну и так далее, и так далее. Нет, я хочу сказать, что век пара кончился в прошлом веке, поэтому паровые станции это все-таки пережиток прошлого. Низкий КПД. И будущее, ну да, КПД низкие. И, ну, много там всяких других неприятных, колоссальный расход воды. Вот, поэтому, как будущее за прямым производством... Воду можно регенерировать, замкнутые циклы? Там нужна вода для охлаждения городерин. Вот, например, солнечные электростанции, которые сейчас построены в Америке, 354 мегаватта, это там где-то в штате Нью-Мексико. Она потребляет 850 тысяч литров воды, в общем, для охлаждения городерин. Если охлаждать городерин воздухом, то будет... Вопрос от блондинов и блондинок. Градирня это... Это там, где как бы циклокорно, это горячий там, горячий контур, холодный контур. Вот холодный контур нужно, чтобы пар, который прошел турбину, опять превратился в воду, и тогда циклокорно будет иметь больше КПД. То есть нужно вот охлаждать, охлаждать пар после турбины. И вот для этого служат эти градирни. Ну и вот колоссальное потребление воды на них сейчас вот. А если делать сухие градирни, то есть, например, там вентиляторами дуть воздухом, то тогда КПД падает существенно. Ну, например, вот такое сравнение паровые эти электростанции, которые в Америке имеют 16% КПД, что очень мало. А если обдувать воздухом, то будет 12% КПД. Поэтому все хотят брать из озера воду и опять посыпать в озеро, а озеро становится теплым, рыба там дохнет, и экологи начинают говорить, что это плохо все, и надо с этим покончить. Поэтому паровые все-таки станции – это прошлое. И зря вы относитесь, говорите про селен, например, кремний, кремний, будущее солнечной энергетики – это кремний. Это кварцевый песок, это бокалы, они из кремния сделаны. То есть потенциальная солнечная батарея. Здравствуй, дорогая. Да, да. Только там надо отобрать кислород, потому что это СО2 как бы, кварц. Кварцевый песок. И получается чистый кремний. Поэтому земля состоит из кремния, 29,5%, на первом месте после кислорода. Это Бог создал такую землю. Он знал, что нам понадобится много энергии. Причем энергия не избыточная по отношению к Солнечной, а составляющая часть Солнечной системы. Сейчас говорят, вот реакторы на быстрых нейтронах, вот термоядерный синтез, вот орбитальные спутники, которые Солнечную энергию будут на Землю направлять. Вот все это добавочная энергия к Солнечной. И это все опасно для будущего Земли. То есть энергия должна быть естественной. Солнце приходит, часть отбираем на электричество. Но ничего не добавляем. А, то есть вы рассматриваете на все остальные виды производства энергии как на... Опасные. Поскольку они используют посредников. Нет, они как бы добавляют. Ну, нет, потому что углеводород является посредником. Они были созданы из-за Солнца, и потом как бы они эту энергию возвращают. Мало того, что они используют противниковый газ, они просто как бы увеличивают. Вот сейчас мы где-то, где-то 0,02% Солнечной энергии производим искусственно на электростанциях. Вот будет 1 сотая, потом 1 десятая, и будет кошмар. То есть Земля превратится в мертвую пустыню засушливую. Почему? Все испепелится. Температура поднимется на 9 градусов, вода поднимется на 100 метров в океане. И конец Земли. А вы не боитесь, что в случае прямого использования Солнечной энергии то же самое все произойдет? А тут как бы аэросфер падает на Землю. А, да, извините. То есть мы же ничего не добавляем. Мы блондина не подумали. Мы не добавляем ничего. Вот это принципиально же. Поэтому всякие термоэзерные синтезы, о чем там 5 миллиардов тратится, это все тоже выброшенные деньги. 5 миллиардов на что? Миллиарды долларов тратится на термоэзерный синтез. Хотя когда-то были огромные надежды. И на атомную энергетику. Но, знаете, все равно всем хочется, как говорят англичане, something for nothing, хоть что-то ни за что. Я видел своими глазами, но так и не разобрался, всерьез это или нет, проект электростанции нового типа для Австралии. Он представляет собой трубу высотой больше километра. Я сейчас не готов поговорить, сколько точно. Низ, у которого, грубо говоря, упакован в черный материал, который позволяет в австралийских пустынях еще больше нагревать почву. Там нагревается воздух, он поступает вверх в эту трубу. Наверху, естественно, на расстоянии одного там или двух километров, там достаточно прохладно. И вот у нас идет за счет теплообмена, поднимается воздух. Он вращает лопасти воздушных турбин, вырабатывается электроэнергия. Вуаля! Никаких тебе углеводородов, никаких тебе выбросов пара. Рыба не дохнет, все счастливы. Это утопия? Абсолютная глупость. Почему? Потому что, ну, есть цикл карно, вы нагреваете ваши черные там покров до 60 градусов, ну, до 70. Да нет, я думаю, там будет больше. Ну, если вы на Солнце что-то положите, вот, ну, 80 градусов, ну, никогда не будет 200, по крайней мере, точно не будет. 80 градусов максимум вы нагреете прямым солнечным энергией, вот что такое. И вот КПД карно 80 градусов здесь, ну, там, положим, 20 градусов наверху или там 0 градусов. КПД карно дает 3%. То есть КПД от электроэнергии 3%. А материалоемкость ее сумасшедшая. Трубы эти, покрывала всякие. То есть это ученые нормальные уже давно поставили приговор этой системы. Ее в Испании построили, ее пытались строить в России. В России пытались строить? Да, волгородские ученые. Там приходит просто на отзыв. И мы это гробим. Поскольку мы говорим, что КПД 3%, они начинают говорить, что вот, а мы там не тепловую будем, не КПД карно, у нас не будет греться, у нас будет там перепад давления. Это, кстати, другой вопрос. Перепад давления, если тут давление там столько, а там наверху поменьше, то будет ток за счет перепада давления и за счет температуры. Потом они скажут, мы там сделали смерчи, сделаем. Ну, это же тоже третий вопрос. Но если тепловую вот говорить, то это абсолютная глупость. Так, вы меня словом смерч заинтересовали. Да. А что-то такое, это тоже способ создания искусственных смерчей для производства электронаги? Мы недавно опубликовали работу, такую, которую вы, ну, не так давно, ну, может быть, лет 10 назад никогда бы меня пропустили. Ну, еще уважает мое академическое звание, как бы, работа заключается в том, что вот в спокойной атмосфере можно создавать энергию. То есть, как бы, энергия из окружающей среды. Это замечательная вещь. И нас спасает что? Что существуют смерчи, которые сейчас вот Америку замучили. То есть, спокойная атмосфера, ну, перегретая, там, чуть-чуть, там, ну, градусов, там, не 15, а 30, там, градусов. Возникает смерч, спокойная атмосфера. Это смерч имеет колоссальную энергию внутри. И ее можно использовать. А мы научились эти смерчи делать сами. То есть, не надо нам, маме, ждать, когда природа их создает. Дмитрий Семенович, давайте, ваше утверждение, да, оно достаточно сенсационное, значит, давайте начнем с первой части вашего утверждения, что энергию смерчи можно использовать. Потому что единственный хорошо описанный в мировой литературе способ использования смерчи состоит в том, что девочку, некую девочку вместе с ее домиком и песиком переносит совершенно другую страну. Все, других прецедентов я не знаю. Правда, у Фореста Гампа еще креветки сверху сыпались. Да, да, рыба. Да, рыба сыпалась. Ну, это вот разрушительные смерчи, когда они должны быть контролируемые, должны быть не такого размера, вот как бы там... Нет, естественных смерчей можно использовать энергии? Или это так, фигура речи? Можно, можно. Тоже можно, да как же, помилуйте, они же все сметут на своем... Когда что-то крутится, и это делается в какой-то трубе, то ставьте там турбину, и она будет вращаться. А, то есть, в принципе, можно использовать? Да. Так, а как создавать смерчи? Вот это есть такие генераторы вихрей. Генераторы вихрей, мы их тоже разработали, у нас есть они. И на это где-то можно посмотреть? Да, можете посмотреть, приехать к нам, посмотреть. К вам это в Колорадо или к вам это в Москву? Все, что я говорю, у нас все это есть в железках. Вот вы увидите, у нас, например, стоит бассейн с водой, мы кладем туда, ставим трубу, трубу, обычную металлическую трубу. Ну, что-то там приделываем, и из трубы начинает очень интенсивно идти вода вверх в виде фонтана или в виде насоса или в виде чего хотите, при этом она еще и крутится. Ну, это как бы полезное использование. То есть, мы использовали нефтяников, потому что, если нефть прогнать через такой насос, в котором нет лопаток, там ничего нет, там только труба. Вот, то нефть теряет вязкость, и сера там выпадает, и она даже частично теряет свои длинные цепочки на более короткие. То есть, вы делаете крекинг, бесцемпературный крекинг, фактически. Ну, мы сейчас не крекинг такой стопроцентный, а чуть-чуть крекинг. Ну, по крайней мере... Чуть-чуть крекинг – это хорошее слово. Нефть легче течет по трубам после нас. Ага, что очень важно для нашей Юрлс, которая как раз к словно высоким содержанием по оси. Нефтяники об этом знают, мы доложились там, и они сказали, что это замечательная у вас технология. А вы говорите, никто к вам не приходит? Ну, по крайней мере, денег-то пока не дал никто, поэтому... Знаете, у нас осталось не так много времени, простите банальную фразу, до конца эфира. Давайте вернемся к нашему перемещению Пушкина в пространстве. Мы можем себе, да, действительно представить, что людей, живших там 200 лет назад, сегодня бы удивляло вовсе не то, что удивляет нас. Мы-то привыкли. Так, все-таки, мир через 100 лет. Вы говорите, дороги, внутрь которых вшиты провода, и они ведут машину. Используя реактивные токи Тесла, они просто-напросто передают электроэнергию непосредственно на электродвигатель. Это можно использовать как автопилот. Вы говорите, что в производстве электроэнергии минуются посредники между Солнцем, вся энергия на Земле только от Солнца, откуда же, собственно, еще, и конечным потребителям. Что-то мы еще упустили в этой картине? Да, не будет ни одного столба на Земле. Опа, почему? Потому что столбы, ну, понятно, почему столбы плохо, буквально, ну, каждый день по телевизору мы слышим, там, гололед оборвалось, два дня коровы не доены, в общем, или этот смеч прошел, опять-таки. Потому что мы, в отличие от обычных двухпроводных линий, тесловские линии не имеют емкости такой, как обычные. Их можно делать в виде кабелей подземных. То есть, однопроводные линии будут идти под землей. И все столбы уйдут. Потому что столбы, они занимают землю, они обрываются, они калечат людей. Значит, в земле корни деревьев, которые непредсказуемо разрастаются, в земле невозможно четко, здесь у нас обрыв, вот он, виден, да? А в земле, знаете, это... Кабели, клинии, все это... Нет, одну секундочку, знаете, финны это делают. У них есть в национальных заповедниках все электролинии, убранные под землю, вы их не найдете. Но там в тайге, в глухой, стоят вот мигающие эти вот датчики, чтобы обходчик мог легко проверить состояние кабеля, там найти исправность, отрегулировать. Это трехфазные линии, где провода с руку, а у нас миллиметровые провода, у Тесла миллиметровые провода. Икрот его перекусит. Так это все, во-первых, экранировано, чтобы червяки не сдохли, это все экранировано. Вот это патент Тесла есть, он запатентовал этот кабельный провод, а это миллиметровый проводочек заключен в металлическую оболочку. Все, и все это под землей, и все, никаких проблем. Мы тоже запатентовали такую систему. Так что это большое дело. Надежность электроснабжения увеличивается в десятки раз. Потому что никогда ничего, ни столб не упадет, и ничего не случится с потерей электричества. Провода не оборвутся. Так что вот это тоже очень важное, я считаю, свойство будущей электроэнергетики. Не будь столбов. Ну и, конечно, мы еще не говорили о том, что корабли могут плыть по морю и получать электричество из воды. А это как? Мы это тоже демонстрировали у себя. И у нас приходят новые русские и говорят, чем мне удивить друзей на Новый год. Я говорю, вот 60 тысяч рублей, купи вот эту штуку. Тримаран плавает у тебя в бассейне. Долларов или рублей? Рублей. И берут электричество из воды от бассейна. Ну, бассейн является однопроводной линией. Так. И в нем могут поставить реактивные токи? Да, покупают и удивляют друзей. С удовольствием покупают. То есть это мы все запринятовали, демонстрируем. Но, конечно, поскольку все это на уровне 60 тысяч рублей, поэтому игрушки все. На уровне там 10 ватт, 5 ватт. Большой катамаран-то сколько сантиметров? Ну, такого размера вот как бы там где-то. Дорогой Роман Аркадьевич, Мы знаем прекрасно, сколько у вас яхт. И сколько из них превышает длину 100 метров. Что есть одна идея. Да, чтобы яхты... И вы считаете, это всерьез можно использовать на больших, на реальных лодках? Да. Ну, хотя бы ялик, хотя бы... Можно даже подавать электричество на подводные лодки. То есть не обязательно на надводные корабли, на подводные. Потому что у Тесла были запатентованы торпеды, Торпеды, которые плывут сотни километров по морю под водой. И находят своего. Вот я чувствую, кончится-то все как раз торпедами, а не лодками, как это всегда у нас бывает. Да, ну... И еще один такой маленький вопросик. Это все из нашей фракции. Не столько фом неверующих, сколько вот этих блондинок. Мы часто обращаем внимание на то, что говоря о будущем, мы идем в сторону автономизации. Ну, Альбек целый роман об этом написал и так далее. А вот с точки зрения вот такого нормального буржуа, который хотел бы жить за городом, вот стриженная лужайка, детишки катаются на велосипеде, садик, барбекю и так далее. А что для него изменится через сто лет? Ну, крыша у него будет на солнечных батареях. И сейчас целая деревня на солнечных батареях. Деревня будет с крышей на солнечных батареях. Даже у нас? У нас даже. Даже под Питером, на северах, под Муранском. Восемь месяцев, восемь месяцев в Санкт-Петербурге солнечная энергия будет обеспечить ваш дом энергией. Восемь месяцев. Ну, а зимой надо использовать биомассу или что-то такое. Биомасса – это то, что производят владельцы загородного дома, особенно рьяно, если поели что-то не свежее, что ли? Ну, как хотите. Это может быть стоки фермы городов, или это может быть просто биомассоэнергетические плантации. Сейчас разработали сорта ивы, тополя, которые растут с сумасшедшей скоростью. Их сажают, значит, в конце года их скашивают, они вырастают до 4 метров, перемалывают, отправляют. 4 метра за год? Да. Да это не может быть так. Ну, в Финне сделали. А у нас то же самое. В следующий год их опять скашивают, 4 года скашивают, потом приходят заново опять сажать, и опять 4 года скашивают. Многолетники? В общем, комбайнами скашивают, которые для кукурузы приспособлены. Потому что это такие тростиночки. А потом, значит, вот самые современные технологии, это наши, это быстрый плазменный пиролиз, когда биомассо превращается в синтез газ. А синтез газ идет, может идти в газопрошневую машину давать электричество, может идти на переработку в метанол и в жидкое топливо. То есть из древесины получается прекрасное жидкое топливо. Или электричество, что хотите. Дмитрий Семенович, сказать, что я вам благодарен, значит, не сказать ничего. Вы знаете, я вот как очередной фильм, причем такой в 3D и чуть не в 4D, а в 4D посмотрел. Друзья мои, когда мы представляем себе будущее, которое идет по принципу усложнения тех образцов, которые у нас имеются перед глазами, это, конечно, мы повторяем обычную ошибку всего человечества, всех цивилизаций, усложнять имеющееся. По большому счету движение к будущему обеспечивает упрощение, постижение тех простых вещей, которые мы просто-напросто не видим. Вот не знаю, была ли на вашем телевизоре кнопочка записи, возможности записи на жесткий диск. Но то, что говорил сегодня профессор, а я сейчас просто смотрю, какое из званий правильно произнести, но все-таки будем считать, что директор Всероссийского научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, это вот самое главное. Вот то, что говорил сегодня профессор Стрибков, это вот тот самый путь в будущее через упрощение, то есть не через вложение на элементарной части того, что является достаточно сложную систему, а через понимание основ тех механизмов, которые имеются сегодня на Земле. Да? Это знаете, как вот вашу речь сегодняшнюю нужно записать, назвать «назад к Солнцу». Правильно, потому что в XVII веке 100% энергии было от Солнца. Гидромельницы, ветровые эти мельницы, все. Даже не было нефти и газа не было в XVII веке, а в XXI веке будет то же самое в конце. Опять будет только одно Солнце, не будет ни нефти, ни газа, а будут солнечные станции, ну, ветровые станции. Спасибо вам огромное за оптимизм в отношении будущего. От «Газпрома» и «Роснефти» вам, конечно, отдельное спасибо. Дмитрий Стрибков был сегодня нашим гостем. Меня зовут Дмитрий Губин. Наша программа, так и называется, «Наше время». Оставайтесь с нами на канале «Совершенно секретно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин